Ребятулики, ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале по многочисленным просьбам, так как уже задолбали меня просто. Дайте таблицу, скиньте таблицу, никто не знает цен. Очень много сегодня нумизматов, начинающих, и не только, вообще не понимают цены, что происходит. Сразу тоже хочется сказать, цены постоянно прыгают, ребята, не заморачивайтесь, цена была день назад одна, завтра другая. Здесь цены, опять же, примерные, источники, аукцион Виолити, это авторитет для всех нумизматов, те, которые занимаются не только украинской ходячкой, а и в общем, потому что на аукционе Виолити сидят динозавры, которые просто так ничего не будут у вас покупать. Если идет бум, значит действительно монета исчезает. Итак, поехали. Копейка 92-го года. Это, кстати, я взял из моих продаж, ну, я имею ввиду по копейке 92-го, 80 штук продано за 100 гривен. Опять же, цена может колебаться, потому что я это я, как у вас получится, я не знаю. Поэтому мы говорим примерные цены, чтобы вы понимали, вот вы нашли монету, и еще хочется сказать, ребята, не задолбливайте вопросами. Одна монета, 2-5, здесь только опт. Здесь нет смысла заниматься по 2-3 монеты, занимайтесь оптом. Если вы насобирали монеты, мы их продадим, но в большом количестве. 2 копейки 93-94, последний проход на Виолите, 90 штук проданы за 100 гривен. Великолепная цена, монета редкая, алюминий, мягкая, портится очень быстро. Ну, вот как-то так. 5 копеек 92-го, от 10 до 50 копеек за одну монету. Опять же, как повезет вам. Можете продать, вот как здесь написано в таблице, можете уйти в минус. Поэтому, опять же, как вам повезет. 10 копеек, 6-ти ягодник, 80-100 гривен. Монетка немножко понизилась в цене. 5 копеек 2003-го, стабильно держится, 1 гривна за одну монету. Внимательно слушайте, за одну монету. 10 копеек 92-го года. Можно ли ее сегодня продать просто оптом? Конечно, можно. Монета колеблется. В том числе, 94-й, 96-й, как повезет. От 30 копеек за монету до 3 гривен за единицу. Крупная насечка тут. Сложная ситуация. Монеты очень мало. Колеблется 10-15 гривен за единицу. Третий штамп, то же самое. Дальше. У нас новые здесь цифры. Просто засыпали вопросом, можно ли продать сегодня 25 копеек. Самый обычный штамп Латун, 92-й год. Да. Последние проходы. И не просто проходы, а много ставок. Я брал лоты только там, где много ставок. 25 копеек 92-го года. Опять же, Луганка, Итальянка. Разные гурты. 17 гривен по номиналу, 52 проданы. Вот, пожалуйста, результаты. Реальные. 94-й год. Здесь ситуация получше, как и в полтинниках 94-го. 100 гривен в монете проданы за 150. То есть, плюс 50 гривен. Не забывайте учитывать расходники на аукционах. Потому что многие нумизматы забывают, что вам нужно оплатить налог. 25 копеек 96-го года. Тоже цена колеблется все время. 3-5-7 гривен за единицу. За единицу. Бублики. Луганчанка. 3-5-8 гривен за единицу. 25 копеек 3ВАМ. 70-120. Это самый редкий штамп. Здесь чуть ошибка. Не Италия, а 3ВАМ. Значит, по поводу перепуток. Тоже разная цена. 5-10 за единицу. Итальяшка. Луганчанка. 25 копеек грубый герб. Третий штамп. Штамп 3-5 гривен за единицу. Так. 50 копеек. Задавали вопрос. Можно ли вообще эту монету продать? Да, ребята. Можно. Сейчас зашел специально. Еще раз смотрю. Проверяю. Да. У вас 1000 гривен в монете. 1020-1055 реально продается. Много ставок. Лату не исчезает. 94-я ситуация реально получше. Здесь я специально уменьшил цифры. Вот где-то 1050 она продается. То есть 1000 гривен в монете. Плюс 50 гривен сверху. 50 копеек 95-го года. Монета довольно-таки редкая. Уменьшилась в продажах по числу ее нахождения на рынке. 12-20 гривен за единицу. 50 копеек 96-го. 80-120 гривен за единицу. 50 копеек 4-х ягодники. 1-3-4-5 гривен за единицу. Как вам повезет. 50 копеек грубый герб. Третий штамп. 13-15 гривен штука. Мы с вами видим. Вот я сейчас их продаю. 50 копеек малый герб. Они идут два вида. Тот, который дешевый. Он идет 2-3 гривны штука. А там, где 4 ягоды и малый герб соотношение. 40-50 гривен за единицу. Следующий вопрос, который мне постоянно задают. Просто сумасшедшие вопросы. А можно ли сегодня продать гривну 2001 года? Вот просто. Да, ребята. Да. И опять же, Виолити показывает огромное количество проходов. То есть, за 1000 гривен вы можете получить плюс 20-50 гривен сверху. Почему их покупают? Потому что очень много разновидов. Скоро выходит наша нумизматическая линейка, которую вы можете приобрести. И меряйте себе на здоровье. Продавайте. То есть, реальные проходы. Вот на сегодняшний день. Гривна 96-го года. 75-85 за одну штуку. Гривна 95-го. 780-850. Это тоже реальные сегодня, на сегодняшний день, проходы. Гривна Владимир Великий. Тоже колеблется цена. 2-4-5 гривен за одну штуку. Гривна юбилейка. Здесь опять же вопросы. Потому что есть они разные. Несколько видов. Тут нужно уже от аукциона отталкиваться, как вам повезет. От 2 до 10 за единицу. Также ценятся браки, монет, повороты, расколы, банковские мешки. Все это продается. Друзья, если вы хотите, потому что тоже масса вопросов, дайте таблицу. Кому нужна в электронном виде, я могу сбросить, еще подкорректировать вам. Такая таблица стоит 50 гривен. Если вы хотите в электронке, чтобы вам удобно было, ее открыли, посмотрели. 50 гривен, пожалуйста. Ну, надеюсь, все понятно. Опять же, скажу следующие опять слова. Друзья мои, я отталкивался от сегодняшних рыночных цен. Как будет фарт на вашей стороне? Как вам повезет? Вот, стоит ли перебирать монеты, это уже ваше дело. Сегодняшняя цена такая. Вы видите, у меня, я показываю постоянно продажи, поэтому реально все продается. Всем желаю удачи, ставьте мегалайки. Не забывайте, у нас есть обучение для нумизматов. Поездки на барахолки, обучение антиквариату и средства для чистки монет. Продолжение следует...